Мурат Мукамбетов освобожден от должности руководителя аппарата правительства в ранге министра. Указ подписал президент Сорум Байджиенбеков, сообщает аппарат главы государства. Как отмечается, Мукамбетов покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он руководителем аппарата правительства был назначен 13 апреля этого года. Мэром города Бишкек стал Азиз Сурахматов. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его кандидатуру сегодня на внеочередной сессии одобрили 43 депутата из присутствовавших 44. Один выступил против. Депутаты Горкинеша решили выбрать мэра Бишкека без презентации программ. А уже после Азиз Сурахматов ответил на вопросы журналистов, рассказал о своих планах. Так, программу развития столицы он намерен презентовать в октябре. Произвести кадровые изменения в мэрии еще не думал. Но к строительному бизнесу уже отношения не имею, заявил новоявленный градоначальник. Нужно будет посмотреть по работе структуры мэрии, посмотреть финансовый блок, то, что связано сейчас со строительством дорог. Надо будет ускорить до сентября месяца максимально разгрузить те пробки, которые могут образоваться. Второе – это благоустроиться санитарная очистка. И те текущие вопросы, которые есть в мэрии Бишкек, мы планомерно будем реализовывать. Команду поменять или с этой командой будете работать? Пока я об этом еще не думал. Выборы мэра сопровождались акцией протеста возле зданий муниципалитета. Горожане устроили протест против безальтернативных выборов мэра. Ранее, напомним, активисты требовали назначить новые, но уже прямые выборы. По их мнению, мэра должны были выбирать жители Бишкека. ЦИК обращение активистов отклонил. Сорумбай Джейенбеков сегодня принял участие в форуме Микендештер, который проходит в комплексе Рухурдо города Чулпаната. Приветствуя участников форума, глава государства отметил, что кыргызстанцы, независимо от того, где они находятся, всегда будут переживать за свою родину. Он выразил благодарность экс-президенту Розиу Тумбаевой, которая в течение многих лет обеспечивает взаимосвязь между соотечественниками. Главными общими целями глава государства обозначил создание новых рабочих мест, ликвидацию безработицы и оказание реальной поддержки соотечественникам за рубежом. Особо в своей речи Джейенбеков отметил те, кто трудится, чтобы прокормить свою семью. Он рассказал, что развитие регионов через 20 главных городов в последующем должны стать локомотивом развития регионов. В настоящее время разрабатываются программы развития, генеральные планы 10 городов. Будет обеспечен справедливый подход к развитию всех регионов. Также глава государства призвал участников форума подключиться к антикоррупционной борьбе. Причем, отметил Джейенбеков, борьба с коррупцией ведется по всем направлениям. Ликвидируются различные серые схемы, принимаются усилия для обеспечения прозрачности в налоговой и таможенной сферах. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Крым и Узбекистан Узбекистан определили прохождение линии границы еще на двух участках. В опубликованном на сайте МИД Узбекистана сообщении говорится, что с 1 по 7 августа в узбекском городе Фергана проходили встречи рабочих групп правительственных делегаций двух соседних стран по вопросам дельмитации и демаркации узбекско-кыргызской границы. В ходе встречи было описано два участка – Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана. По результатам переговоров был подписан протокол, в котором стороны также наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков Ферганской и Наманганской областях Узбекистана, а также Баткенской и Джалалабадской областях Кыргызстана. 12 прокуроров сняли с руководящих постов по итогам работы за первое полугодие текущего года. Как сообщает Пресс-служба Генеральной прокуратуры, за серьезные недостатки 49 работников привлечены к ответственности. Соответствующие приказы подписал генпрокурор от Курбек Джамшитов. Так, 12 работников понижены в должности, 9 предупреждены о неполном служебном соответствии. 9 работникам объявлены строгие выговоры, 8 человек получили выговоры и 11 работникам сделаны замечания. Еще один автомобиль, завезенный в страну по поддельным документам, обнаружила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Как сообщается, машину привезли в Кыргызстан еще в прошлом году и зарегистрировали по поддельным документам. После машину неоднократно перерегистрировали. По информации ведомства, в коррупционной схеме задействованы сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС. Они незаконно ставили машины из стран ЕАЭС на учет, выдавали госномера и свидетельства о регистрации. Используя эти документы, контрабандисты беспрепятственно пересекали границы России, Беларуси, Казахстана, чтобы ввести автомобили в Кыргызстан, отметили в Финполе. Так, в общем, выявлено более 120 машин, в том числе 25 грузовых и 25 авто класса премии. На все автомобили наложен арест. Варительный ущерб от их ввоза в страну превысил 100 миллионов сомов. Путеводитель для того, чтобы все успеть. В каждой точке можно построить маршрут на личном и общественном транспорте. Встроенный навигатор подскажет путь даже без интернета. В мобильном приложении путеводитель можно посмотреть в боковом меню, а на сайте он доступен под кнопкой «Игры кочевников». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»